Дома, как в Африке, четыре сотни обращений поступило в общественную палату Кировской области на жару в квартирах. Сообщать о таких фактах предложили горожанам сами общественники. По нескольким адресам, где температура, по мнению жильцов, была выше нормы, сегодня активисты прошли вместе с представителями ресурсоснабжающих компаний. Подробности в нашем первом сюжете. 30 градусов и выше. Иначе как Африкой такие температурные режимы некоторые кировчане этой зимой не называли. Редчайшее для нашего города коммунальное бедствие коснулось и жильцов дома 104А на Октябрьском проспекте. Сегодня он был первым в списке проверяющих. Когда жители обращаются с тем, что у них в квартире жарко, и обращаются в управляющую компанию, управляющая компания чаще всего говорит, что это виноватые ресурсники. Когда они обращаются к ресурсникам, те говорят, что виновата управляющая компания. Осмотр начали с подвала, где убедились в исправности оборудования и в невозможности регулировать температуру батарей в доме. Только вот и надобности в этом нет. Согласно показаниям специальных измерительных приборов, градусы здесь не повышенные, а вполне адекватная погода за окном. Мы видим, что нормативная температура, но форточки открыты. Людям фактически жарко. Можно отрегулировать, можно убавить. К сожалению, нельзя. Не потому, что люди бы сказали, что тогда нам прибавляете, а потому, что в доме нет специальных устройств, которые бы могли это сделать. Центр общественного контроля должен найти и помочь управляющим компаниям, как находить средства, которые регулируют. Вы слышали, 500 тысяч в среднем стоит цена. Да, есть экономик, но откуда взять эти 500 тысяч жителям, когда вы сами слышали, что для них очень тяжело платить такие платежи за тепло. Правда, устройства эти помогают не всегда. Это следующее, в чем пришлось убедиться общественникам и ресурсоснабженцам уже в другом соседнем доме на Октябрьском 102. Терпение жильцов там, судя по эмоциям, тоже на пределе. Очень жарко в доме. Плюс 32 градуса. Не ответили. Сбавлять ничего не будем, потому что на первых этажах холодно, а я живу на пятом этаже. И вот, представляете, пока не закончится отопительный сезон, такая будет жара постоянно. Поднявшись уже в квартире недовольной женщины, гости убедились, так и есть. На градуснике 32 выше нуля. И форточки, как полагается, открыты полностью. Так же, впрочем, как и вентиль на батарее. По квартирную систему регуляции тепла установили здесь в прошлом году, во время капремонта. Но пользоваться ею по каким-то причинам жильцы не хотят. Если я буду регулировать в квартире, я сбавлю температуры на немножечко, на чуть-чуть. Это понятно. Но дело-то в том, у меня в квартире нет индивидуальных счетчиков. Если бы не платить по общедомовому счетчику за отопление, то я бы сбавляла. А так смысла нет. Правда, позже хозяйка квартиры призналась. Ей просто никто не рассказал, что это за вентиль на трубе и как им пользоваться. А общественники уточнили. По итогам этого выезда еще будет проведено заседание Центра общественного контроля, общественной палаты, где будут выработаны рекомендации по конкретным домам. Ирина Сырцева, Александр Марченко, Бюро новостей Дайвича. Продолжение следует...